Вино глумливо и секера буйно. Неужто пьяня сам об этом не вдомёк, что напивается под стельку даже в будни, потом, глядишь, и в домовину слёг? А ну, конечно, чудо не забыть, когда на свадьбе Иисус чудесно утишил в водоносах рябь и зыбь и превратил вино в сосуд не треснул. Пошло-поехало и напрочь завалилось. Веселье в вине искал Владимир. Про чудо в хане ты скажи на милость. Прознал род пьяниц и до сих пор не пример. Не ради немощи варенье притворяет. Хмельную брашку бедный винодел. Сказать по правде пьяница не скряга. Он всё пропил и насухо заел. И всё же пить вино не запретишь. Устав гласить селеем наравне. Совсем немного для здоровья лишь. Такой не станет к вечеру бедней. Но, видя, сколько пало и сгорело, аварий на дорогах сотворили. Дебилом нарожали, живо еле-еле, с помятым и опухшим рылом. То, зарекаясь, капли не сгубить. Хмельной отравы пальцами коснуться. И будешь здрав, по пьянке не побит. И не помянешь в суе чудо Иисуса. Вино веселья от святого духа. От знания писания и чудо благовестия. Ты на ногах, а не ползёшь под мухой. Всё при тебе. Здоровья лет на двести. Вино не вхожа в тело и в жилище. Здесь мусульманинам живым укором. Сектанты многие вино считают лишним. Не пей. Лишь старове о том заспорит. 20 февраля 2008 года Вино не вхожа в тело и в течение дня.